Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу «Беседы о братстве» Николая Николаевича Неплюева. Эта книга, которая я начитываю, разделена как бы на две части. «Путь веры» и «Голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора». Вот я сейчас начитываю «Путь веры». Это Николай Николаевич Неплюев прочел 7 лекций в Духовной Московской Семинарии. Я сейчас начитываю. По счету это идет пятая лекция у него. Под названием «Что может сделать для блага России и Российской Православной Церкви предстоящий собор? Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Пророк Исаия, 1 глава, 4-5 стих. «Говорит Господь Савов вам, священники, бесславящее имя мое, приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Пророк Малахия, 1 глава, 6-10 стих. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, то я пошлю на вас проклятие и проклюну ваши благословения. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Ибо уста священника должны хранить видение, и законы ищут от уст его. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном. Зато и я сделал вас презренными и униженными». Пророк Малахия, 2 глава, 2-5 стих, 7-9 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сароту, вступайтесь до вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь». Пророк Исаия, 1 глава, 16-18 стих. «Предстоящий собор может и должен призвать остаток верных спасти Россию и Русскую Православную Церковь, став достоянием Божьим, орудием спасения России и Русской Православной Церкви, в руках Бога Живого, творящего чудеса. Говорю, спасти не только Россию, но и Русскую Православную Церковь. Это не описка. Хорошо знаю слова Спасителя. «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова эти относятся к Церкви Вселенской. «Не преложно Слово Божье. Церкви поместные могут оставить первую любовь свою, и им, как Церкви Эфесской, скажет Господь. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2, 5. «Господь говорил в Сардийской Церкви. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3, 1 стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Откровение 3, 3 стих. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям». Откровение 2, 7. «И в этом не приложено Слово Божие. Что сказано им, церквям Эфесской и Сардийской, сказано им и церкви русской. Может быть, сдвинут светильник церкви русской, как были сдвинуты светильники многих церквей малоазийских, если и она не будет светом мира и солью земли, чем быть должна». Повторяю, Собор может и должен спасти Россию и русскую православную церковь, признав тому остаток верных. Если он этого не сделает, лучше ему и совсем не собираться. Великую ответственность примет он за то перед Богом и Россией, и будут труды его не во спасение, а в суд и осуждение. Главное дело его – призвать все слои русского общества, всех членов русской православной церкви к честному, нелицемерному покаянию во всем, что при соблюдении букв постов, праздников и внешней обрядности было изменой Богу Живому и правде его, во всем, что оглупило веру и язычила жизнь, что внесло анархию в умы и сердца, и жизнь, на луне церкви поместной, сделало той позорной рутиной, которая оклеветала собой веру и довела Россию до ужаса и позора, ею переживаемого. Надо, чтобы этот призыв покаяния был живым словом кающихся, призываемым к покаянию, чтобы в этом призыве были слезы покаяния, святая скорбь доброго страха Божьего, возлюбивший Господа всем разумением, понимающий весь ужас греха отступничества, всем сердцем возревновавших о попранной любви Божьей и поруганной правде его. Только тогда этот призыв будет правдой и силою, а не пустыми риторическими упражнениями на тему о покаянии. Не скучный набор мертвящих букв текстов, которые всякий понимает по-своему, а большинство и совсем не потрудится понимать. Надо не ограничиться призывом к покаянию вообще, осознавая закоренелость злой воли, точно определить, в чем и как покаяться надо, чтобы правда Божия по каждому вопросу жизни стала перед совестью народа, как яркий светоч, прогоняющий тьму, делая невозможным самообман для нераскаянных грешников, самодовольных во зле. Первое и главное, в чем покаяться надо, как в величайшем преступлении, в величайшем попране любви Божьей и в величайшем поругании правды его. Это в отвержении молчаливом, но систематичном отвержении верховного закона христианского откровения о любви к ближним, присвяте любви к Богу всем разумением, всем сердцем и всей крепостью, до готовности принять мученичество и смерть крестную. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Иван Глятиана, 13 глава, 34 стих. Все остальное будет неизбежной логикой честного признания нравственной обязательности этого верховного закона. В нем животворящий дух откровения. Отступничество от него повело к тому, что все в самом вероучении стало буквой мертвящей и внесло мертвенность и в понимание христианской этики, и в жизнь на лоне церкви и ее приходов. Все останется буквой мертвой и мертвящей, пока русская православная церковь не вспомнит первую любовь Вселенской Церкви Божией и не покается в отвержении животворящего духа Церкви Христовой, не признает первым и высшим нравственным долгом своим во всей совокупности жизни своей быть верной этому верховному закону, неизменно ими руководствоваться и разумно осуществлять жизненную правду его. Именно с этого и надлежит начать собор свои труды, чтобы за мелочами не проглядеть главного и не потерять время в спорах о мелочах, единомыслия, единодушия, по которым совершенно невозможно, пока не придут к единомыслию и единодушию по этому главному основному вопросу об отношении к верховному закону христианского откровения, заключающегося в себе животворящий дух всего вероучения. Как только придут к единомыслию и единодушию по этому главному вопросу, как только собором покаятся за всю Россию и за всю русскую православную церковь в величайшем из преступлений, отвержение от верховного закона и происшедшее от того измены животворящего духа веру и правды Божией, все станет ясно при свете этого закона и этого животворящего духа. Всем членам собора станет ясно, в чем умы, сердца и жизнь отступили от Божьей правды, в чем покаяться надо и всех призвать к покаянию. И то, какие плоды достойны покаяния, должны быть признаны несомненными доказательствами честного, нелицемерного покаяния. Очень существенно, чтобы собор поставил исповедание правды бесконечно выше всяких политических и тактических соображений. Любовь к Богу всем разумением безусловно требует исповедания правды его перед людьми. Для честных христиан не может быть сомнения в том, что именно в этом самая мудрая политика и тактика для них. В силу этого члены собора, принадлежащие к священной иерархии, должны показать всем остальным добрый пример покаяния, громко, всенародно покаявшись за всю священную иерархию Русской Православной Церкви во всем, в чем любовь к Богу, всем разумением, и архипастерская, и пастерская совесть их потребует покаяться. Без этого не будет иметь сил никакие призывы их к покаянию. Без этого не будет поставлен крест над всем тем, что нарушило сердечное единение между духовенством и мирянами, стало поводом к недоверию и потерю нравственного влияния, без чего мы, сердца и жизнь не могли бы дойти до позорного хаоса, поставивши нашу Родину на край гибели. Покаяние это приведет к обсуждению вопроса о том, в чем преподавание законов Божия и богословия, в чем церковное проповедничество отступало ли от требования Верховного Закона Христианского Откровения. Не только не выясняли, но затемняли понимание жизненного значения его. Надо поставить на очередь вопрос о честном согласовании всех областей деятельности представителей священной иерархии с животворящим духом этого Верховного Закона. Не надо пугаться того, что Собор не может обсудить и оформить все реформы, соответствующие тому в деле школьном, в деле воспитания и обучения, в деле проповеди и жизни по вере, в области характера отношения к богослужениям, к праздникам, постам и нравственным понятиям, в области церковного управления и приходской жизни. Совершенно достаточно будет, если Собор твердо установит принцип признания первенствующего значения Верховного Закона во всех областях жизни церковной, признает, что именно в верности ему и состоит высший нравственный долг верности и повиновения церкви и громко покаяться во всем, что в практике жизни церкви поместной было изменой и неповиновение ему. Детали реформ, соответствующих плодам, достойным покаяния, могут быть подготовлены комиссиями, избранные с этой целью и обсуждены постепенно на следующих соборах. Польза от Собора будет громадна, если он даже только это одно и сделает, покаяться и призовет покаянию. Это сразу поставит крест над скорбным прошлым и станет началом новой, светлой эры в жизни русской православной церкви. После представителей священной иерархии должны быть первыми призваны к покаянию все те, которые получили пять талантов от Бога и должны принести ему и дело его другие пять талантов. Безразлично, являются ли талантами этими власть, богатство, природный ум, образование, привилегированное социальное положение или что иное. Надо точно выяснить нравственную ответственность сановников, дворянства, купечества и фабрикантов, представителей науки от профессоров высших учебных заведений до сельского учителя, всех представителей интеллигенции от представителей всяких либеральных профессий до грамотеев деревни, всех учащихся от студентов высших учебных заведений до гимназистов и учеников низших школ и всех их призвать к покаянию при свете Верховного Закона Христианского Откровения и любви Богу всем разумением. При свете того же Закона и той же любви надо призвать к покаянию, осветить светом веры и совесть самых обездоленных классов народа, может быть, менее других ответственных по логике детей земли, но не менее виновных перед правдой Божией, когда изменяют любви по каким бы причинам и не изменяли. Предпочитают ворраву Христу и за 30 сребряников продают печать дара Духа Святого в обмен на печать Сатаны. Это тем более необходимо, чем более обманывали и обольщали совесть этих в кавычках обездоленных, всякие в кавычках ласкатели, желавшие сделать их слепым орудием своим в партийной борьбе за власть. Всем надо правдиво и честно сказать, опять-таки, став выше всяких политических и тактических соображений, в чем умом, сердцем и жизнью они изменяют верховному закону христианского откровения, являются ослушниками церкви. Сказать, чего требует от них братолюбие при свете любви Богу всем разумением, вместо позорной жизнедеятельности, той позорной рутиной понятий, симпатии и жизни, в которой коснеют, которые по духу остаются верны и проклиная ту рутину и желая освободиться от нее путем грубой крамолы, грубой борьбы, всех призывая к злобе, мстительности и насилиям, тем самым еще более рутинной, против которой они борются, оскорбляя Бога и правду его, изменяя любви и попирая вечные законы ее. При свете того же верховного закона надо осветить весь ужас и позор не только социальной лжи, проповедуемой людьми, призывающими к первосозданию социального строя путем насилия и разжигания низких инстинктов корыстной зависти и злобной мстительности, но и весь ужас и позор рутины социальных отношений во всех областях социальной жизни, семье, приходе, в области труда, церкви, государства и международных отношений. Пора перестать клеветать на веру и церковь, нелепо повторяя, будто есть такие области жизни, которых не объемит любовь Божия, в которых будто бы неприложима правда Божия, в которых будто бы неприступно не согласоваться с правдой веры, неправда. Правде веры соответствует совершенно определенный идеал, общий обязательный для всего творения Божьего, совершенно определенная этика всегда и везде одинаково обязательна, а следовательно и совершенно определенный характер социальных отношений, логично вытекающий из верховного мирового закона христианского откровения, о нелицемерном, нежном братолюбии при свете любви Богу всем разумением. Только люди лишенные веры и бедной любовью могут сомневаться в этом, спорить о том, возможно ли и обязательно ли это и придираться к букве мертвящих отдельных текстов Писания, чтобы изменить свое костенение в антихристианской рутине жизни и социальных отношений. Господь сказал, царство мое не от мира всего. Иван Галяттияна 18.36 Надо много злой воли для того, чтобы из буквы этих слов вывести заключение, что мы не обязаны жить по правде Божией, по законам Царства Его, говоря, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Господь сказал пришедшим к нему судиться с чужаком по духу, не желавшим отвернуться себя, взять крест и идти за Христом, а желавшим только эксплуатировать Христа и авторитет Его с корыстными целыми. «Кто поставил меня судить или делить вас? Смотрите, берегитесь любостяжания» Луки 12 глава 14 15 стих. «Надо много злой воли для того, чтобы вывести из этого, что Господь безразлично относится ко всяким формах социальных отношений». И не понимай, что Господь всегда и во всем остается верен себе и верховному мировому закону правды святыни своей, зная, что апостолы, ближайшие истолкователи слова и дела его, говорили членам христианских общин, жившим, как один ум и одно сердце. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 5 стих. «При доброй воле для всякого человека верующего и любящего не может быть ни малейшего сомнения в том, что христиане всю жизнь, во всей ее совокупности, не исключая никакой области социальных отношений, только и могут устроять по вере, согласно сверховным законам братолюбия при свете любви к Богу всем разумениям, что составляет насущную потребность их веры и любви. Из той же буквы слов Спасителя и его апостолов они уразумеют необходимость обособления от зла и злых, от всех, кто не хочет быть достоянием Божиим, чтобы иметь возможность с братьями по вере и любви честного согласовать с верой всю жизнь и все социальные отношения. Они уразумеют и то, что вера требует от них правды, а не лжи. Требует от них быть сынами света, не менее умными на добро, нежели сыны тьмы умны на зло. Требует от них быть мудрой овцой стада Христова, обособляющейся от волков кошару, а не глупой овцой, блуждающей между волками одиноко, под наивным предлогом, будто ей не предписано обособляться от волков, не выйти с ними по волчьи, не устраивать по волчьи своих социальных отношений и не понимать, с кем она имеет дело, какие социальные отношения разумны и полезны в отношении с мудрыми овцами и волками хищными волками. Пора рассеять весь этот умал лжи, в силу которого оглупили и извратили понятия христианской правде и христианской милосердии до самодовольного разлада между верой и жизнью, до духовной проституции полное отсутствие обособления зла, что и привело к невозможности осуществления христианской правды в жизни и социальных отношениях, при наивной уверенности, что похвально христианину не иметь никаких определенных социальных и политических убеждений. Более подробно в применении к отдельным классам общества и к отдельным областям социальной жизни я говорю о том в статье «Голос верующего Мернина» по поводу предстоящего собора, напечатанной в июньском и июльском номерах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» за прошлый 1906 год. Теперь ограничусь только общими логическими выводами, общееобязательное для всех верующих, каким бы классам общества они не принадлежали и о каких областях их личной или социальной жизни не шла речь. Это и будут те плоды достойного покаяния, наличие которых будет естественным проявлением нелицемерного покаяния и верности верховному закону правды Божией. Это и будет то, что во благо России и Русской Православной Церкви должно быть высказано собором как призыв к покаянию и определенная программа мирного христианского прогресса от того, что есть, к тому, что быть должно по правде веры, действующей любовью. Верность верховному закону правды Божией требует от всех стать цельно представителями любви, умудренными любовью до понимания того, как любить братьев и как любить врагов, какое проявление любви будет тем и другим на пользу, приводя их к пониманию правды Божьей и помогая им стать достоянием Божьим, кого правдой братского общения, кого правдой обособления, кого проявлением нежного братолюбия, кого честным обличением, кого братским сотрудничеством, кого воздержанием от всякого пособничества. Надо, чтобы православные русские люди поняли наконец, что они не могут быть достоянием Божьим, пока не станут разумны и цельно представители любви к Богу всем разумением. При свете этой любви, любя прошлое в предках и добрых заветах и национальных традициях, любя настоящее в современниках, с одними объединяясь для совместного дружного братского дела, а других обособляясь, чтобы доказать им жизненную правду веры и любви, любя будущее, подготавливая любовное и разумное лучшее будущее для грядущих поколений. Любовь к Богу всем разумением требует от всех цельно стать на путь веры, никогда не давая видению призраков земного бытия скрывать солнце веры от умственного взора. Все должны понимать, что сами они с их себя любви, я, его впечатлениями и переживаниями, все обстоятельства земной жизнедеятельности, все это и есть эти приходящие призраки земного бытия, та пыль земли, которой заполнены умы и сердца, детей мира сего, который верующий не может руководствоваться в жизни и отношениях своих, а должен принимать в расчет только настолько, чтобы разумно идти путем веры, не расходясь с законами требований здравого смысла, не забывая, с кем он имеет дело и как оставаться верным Богу и правде его среди обстоятельств этого мира, который весь возле лежит. Россия губит именно то, что она цельно сошла с пути веры, на путь видения и самодовольства на этом позорном пути. Любовь к Богу всем разумением требует обособления сынов света от сынов тьмы, чтобы перестать наконец быть позорными участниками их дел тьмы, чтобы иметь наконец возможность честно жить по вере, действующей любовью, стать цельным достоянием Божьим и цельно сделать жизнь свою достоянием его. Это обособление в духе любви и смиренного сознания опасности общения со злом должно совершаться в каждом приходе и стать началом братского сплочения остатка верных на дело разумного созидания добра в собственной жизни и жизни прихода, на дело спасения России и Русской Православной Церкви теми, кто хочет быть достоянием Божьим и стать орудием в руках его. Братолюбие при свете любви к Богу всем разумением требует от всех обособляясь от зла и злых тесно сплачиваться в нелицемерном братском общении с теми, кто не лживо становится братьями отвернувших себя, ставших достоянием Божьим подобно им, тоже отвернувших себя и став Божьим достоянием. Любовь к Богу всем разумением обязательно, естественно станет цементом, сплачивающим их нелицемерное братство жизни, как неизбежный, естественный, плод нелицемерного, нежного братолюбия. В этом и состоит социальная правда, жизненная правда христианства, заключающая в себе разумный и мирный, достойный христиан выход из всех социальных затруднений, мудрая социальная правда веры, сравнительно с которой суета-сует и глупо недомыслие злобы, все социальные теории основаны на других началах. Братолюбие при свете любви Богу всем разумением, естественно неизбежно приведет от братства к единомыслию и единодушию по всем главным вопросам веры и жизни. И все они станут как один ум и одно сердце, станут способны единомысленно и единодушно понять, какой крест они должны в данное время и при данных обстоятельствах принять, возложить на себя и дружно нести след Христу с наибольшей пользой для Божьего дела торжества любви, для Божьего дела воздвижения креста Господня в умах, сердцах и жизни, преображение умов, сердец и жизни в достояние Божие, удостоверенная печатью дара Духа Святого. Любовь к Богу всем разумением, как в области жизни социальной, совершенно определенно требует социальной правды, братства между братьями по вере и любви, так и в области политической, совершенно определенно требует принятия обязательно Конституции Правды Божьей, как со стороны властей, так и со стороны подвластных, как в жизни церковной, так и в жизни государственной, так и в жизни международной. Тут тоже никакого сомнения быть не может. И все внепартийные, под прилогом, будто вера и политика ничего общего между собой не имеют, все готовы променять Конституцию Правды Божьей на Конституцию народоправства и самодержавия, толпы большинства грешного и грехолюбивого человечества, не признающие для себя обязательной Конституцию Правды Божьей. За чечевичную похлебку продают Царство Божие и правду Его. Собор, если не хочет уподобиться им, должен громко исповедовать эту политическую правду христианства, потребовать от всех верности Конституции Правды Божьей и при свете этой правды выяснить жизненные значения, установленные в России формы правления, самодержавия Божьей милостью, определенно выяснить и нравственные обязанности Верховного Ревенителя Правды Божьей, Божьей милостью самодержавного Царя и нравственные обязанности представителей народа, членов Государственной Думы, обязанных содействовать, а не противодействовать умиротворению страны, единению Царя с народом и дружному совместному созиданию ее мирного благоденствия, нравственные обязанности всего народа, понимая слово «народ» в самом широком смысле. Собор должен громко исповедовать эту правду верой во всем ее объеме и сказать вместе с Моисеем, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетеля перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 15-19 стих. Есть такие исторические моменты, когда молчание равносильно изменит Богу и правде Его, пособничеству злу. Россия переживает именно такой момент. Собор обязан громко исповедовать забытую Россию, Россией, попранную ею правду Божию. Если не хочешь подпасть сам под осуждение главы Церкви, сказавшего, «Кто исповедует меня перед людьми, того исповедую, и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того, и я перед Отцом моим небесным». Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Когда Россия и Русская Православная Церковь покаятся в великом преступлении отвержения верховного закона любви и сотворят все эти плоды, достойные покаяния, настанет истинно духовное возрождение страны. Православные русские люди, тесно сплоченные цементом любви друг к другу, присвятили любви Богу всем разумением, почувствуют себя в совершенно безопасности от всякой дурной закваски и всяких козней врагов внутренних и внешних, осуществят такую светлую правду в социальной и политической жизни, что инородцы и иноверцы будут иметь разумное основание не сомневаться в несокрушимости мощи России, не сомневаться в том, что принадлежать к ней для них самих и благо и честь, станут настолько дорожить принадлежностью братству народов Российской империи, что станет возможным даровать им такие права самоуправления и самобытности, которых теперь даже нельзя без явной опасности для целости империи. Сам русский народ окажется способным пользоваться такой широкой христианской свободой и малой долей которой он в настоящее время пользоваться не способен, не злоупотребляя ею, до невозможности для государства отместить исключительные законы, не нарушая тем самым законов требования здравого смысла. Только тогда станет всем понятно и дорого, будет разумно и ясно высказанной России ее самобытное слово мирного прогресса и мирного благоденствия среди суеты и сует боевого прогресса и хронической социальной и политической борьбы культурных народов, отказавшихся от христианства как основы социальной и политической жизни. Тогда только проявится правда самобытного русского дела и стоящего в осуществлении социальной и политической правды христианства, отвергнутой другими культурными народами. Тогда только и русская православная церковь осуществит свою социальную правду соборности, мирного, дружного, совместного созидания на лоне церкви правды жизни и поверье, действующей любовью, духовенством и мирянами, тесно сплоченным между собой цементом любви и уважения друг к другу, при свете любви к Богу всем разумением, в чем и состоит церковная правда православия. Тогда только русская православная церковь станет тем, чем быть должна, света мира и солью земли. Аминь. Аллилуйя.